Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро! Ребята, сегодня было много Бавовны, я чуть попозже там будет больше информации, я вам доложу. А пока что вот вчера Трамп и его диджей, ой, и его вице-президент Ди Вэнс, значит, они выступали перед американским телевидением, и Трамп рассказал, о чем он говорил с Зеленским по телефону. Ну, я вам честно говорю, я себе представляю, как волосы дыбом у Зеленского поднимались от этой ахинейщины, которую нес Трамп. И, честно говоря, как тяжело это было ему все слушать, конечно. То есть, ну, Трамп просто повторил весь путинский нарратив, все путинское, вот эту бредятину, которую несет Путин. Вот только послушайте. Русские победили Наполеона. У меня, честно, меня аж заципало. Когда это русские побеждали Наполеона? Русские победили Гитлера, еще лучше. Русские победили Гитлера, твою мать. То есть, Трампу неведомо, что Наполеона, там, Российская империя была гигантская, которой, кстати, помогали союзники с другой страны. Русские единственное спалили Москву. Вот когда они действительно, в чем их заслуга? Это профукать Бородинское сражение и сжечь Москву в 812 году. Это действительно было. Это у них хорошо получилось. Все остальное сделал Мороз. Причем все вообще русские. И, кстати, в той армии служили кто угодно, только не русские. Скажите мне, Багратион был кто по национальности? Русский? Он был такой же русский, как и я. А Барклайде Толли какой национальности был? Тоже наверняка русский. Да-да-да-да-да-да-да. А вот Кутузов, одноглазый дебил, который там сжег Москву. Вот этот был русский. Но его единственное достоинство в том, что он эту самую Москву и сжег. Все, больше ничего. А, и профукал Бородинское сражение. Да, вот это вот. Больше он ничего не добился в этой жизни. Вот он русский, да. И с одним глазом ходил, да. Вот представляете, на каком уровне там у Трампа сознание? Вторая мировая война. Ну, это вообще трепендиант. Говорит, русские победили во Второй мировой войне. Ну, тогда я напомню вот этому рыжему, хотел сказать орангутангу, но не хочу оскорбить, да. Орангутангов, понятное дело. Вот. Что было четыре украинских фронта, а русских ни одного. Вот как-то так, да. Дальше, давайте возьмем, кто воевал. А с какой же стороны воевали русские? Ну, вот давайте вспомним, сколько воевало украинцев в форме вермахта? Я вам скажу. Во-первых, воевали ли украинцы в форме вермахта? За Германию воевали? Конечно, воевали. Нечего даже думать. А знаете, сколько их было? Целых 50 тысяч. Было? Было, мы же признаем, да. А сколько русских, как говорит Трамп, воевало на стороне Гитлера? Ну, по самым скромным оценкам, 2 миллиона. А по некоторым оценкам, 4 миллиона русских воевало с той стороны. Упс! С какой стороны воевали русские? Оказывается, они проиграли эту войну Советскому Союзу. Ну, на самом деле, да. Но Трампу неведомо такое понятие, как СССР. Что там была куча национальностей. Что страной руководил вообще не русский Сталин. А руководил Сталин, однозначно не русский. А газбезопасностью руководил Берия, однозначно не русский. Ну, вот он за эти все вещи не слышал. Что без американского ленд-лиза, линия фронта шла бы под Владивостоком. Об этом он тоже ничего не слышал. Что процентов, наверное, 70, тех, кто был на фронте, были украинцы и белорусы, если не больше. Там были и грузины, и узбеки, и казахи. А вот 2 или 4 миллиона русских воевали с той стороны. Ну, как-то так. Но у него победили русские. Особенно Сталин был русским. С Берии. Эти двое были 100% русские. Это был Советский Союз. Но вот он не видит разницы между СССР, Российской империей. Это все Россия для него. Вот понимаете, он трус. Он боится. Он патологически боится Россию. Я не понимаю, кстати, почему. И он, еще одно, почему ему так вот нравится все, что исходит Трампу. Почему ему нравится все, что исходит из СССР, из России. Вот это показал его вот этот дегенеративный спич в отношении Зеленского. И да, знаете, мне понравилось. Там Венц сидел и так хлопал глазками. И так подмигивал Трампу. И вот так вот делал головушкой своей. Про Венца отдельный разговор. Там интересно про него. А США и Тейд Пресс сегодня написали. Там тоже интересную вещь. Да, но бог с ним. Это немножко позже. Смотрите, почему Трамп любит дядюшку Си. Почему он просто души не чает в Ким Чан Ине. Почему ему нравится Путин и так далее. Дело в том, что ему нравятся диктаторы. Трамп. Он внутри, он не понимает. То есть, понимаете, человек слабообразованный. Он не понимает, что ему иногда лучше молчать. И глупый к тому же. Вот у него что на уме? Вот, как сказать. Вот есть дураки. Вот у них что на уме? То и на языке. Они не фильтруют базар, что называется. Вот это касается Трампа тоже в том числе. Да? Вот смотрите. Вот у него на уме какая-то очередная глупость. Ну, промолчи. Там про женщин. Или вот про русских. Или про Путина с этим Ким Чан Ином. Ну, промолчи ты. Не делай из себя идиота. Нет, он обязательно скажет. Вот это, кстати, отличает дурака от умного. Он обязательно это скажет. Он сказал, что ему нравится Путин. И он уважает Ким Чан Ина. Знаете почему? Они диктаторы. Он сам мечтал. В душе он диктатор. В душе он их прекрасно понимает. Ему противна западная цивилизация. Ему противна Европа с ее многопартийной системой и вечными склоками. Ему нравится Ким Чан Ин. И Путин. У которых партий вообще никаких нет. Есть один диктатор. Есть марионетки, которые там вокруг суетятся. Вот это идеал для Трампа. Понимаете? Поэтому он настолько... Настолько лижет задницу вот этим вот персонажем. Понимаете? Вот я просто послушал. Да, у русских миллион танков. У них миллион мин, миллион снарядов. А где они на фронте в таком случае? Эти все миллионы. Почему у них местные штурмы? Он себе эти вещи не задает. Такие вопросы не задает. Почему они не пускают танки в атаку? Почему они мясом атакуют? Где эти танки вообще? Он не отдает себе отчет, что вся российская военная промышленность занята тем, что восстанавливает конченые старые советские запасы, которые там уже по 50-60 лет уже сгнили где-то на складах. Они их там пытаются подшаманить и послать в последний бой. Как мы видим. Трамп это все. Он слышит имя Путин, он молеет, он молеет. Он кончает, наверное. Путин это, как знаете, любимая. Ему женщина, не нужна ему Путина, покажи. Ну, вот как любому в Атапитеку, да. У них там этот самый портрет Путина везде висит, даже в туалете. Они пришли, сделали свои дела, помолились, пошли. Вот у Трампа, видимо, тоже. Надо проверить туалет Трампа, кстати, оптичка. Хотя там, наверное, все-таки будет портрет Кимчанына, а не Путина. Но это его личное дело. И вот такая вот, понимаете. Они всех победили. Они всех победили, надо заканчивать. Нет, да, действительно надо заканчивать. Но не потому, что ты млеешь и блеешь перед ними. А потому, что они получили по рогам, и надо заканчивать. Вот и все. Действительно надо заканчивать. То есть вывод, правильно? А вся ахинея, которая у Дёс до этого, есть ахинея. И еще один, одна небольшая такая, знаете, деталь по поводу вот этого трамповского партнера. Ну, я не знаю, как его там назвать. Но вот Associated Press, это очень серьезное новостное агентство. Это не шутка. Это не попытка, знаете, как-то подколоть товарища этого диджея. Ди Вэнс, он какой-то такой стрёмный чувак. Вот. Ну, не важно. Значит, Associated Press абсолютно серьезно заявила сегодня, что у этого диджея, значит, не было секса с собственным диваном. Это серьезно, это не шутка. У меня все. Продолжение следует...